Молекулярная основа развития количественных поликозов в контексте современных фактических планов. Такая непростая, непростая, так сказать, аббревиатура названия. Итак, в 2014 году в журнале «Блак» плюс Чессом, а я думаю, фамилия вряд ли заставит задумываться о подавляющем сейчас литературе в нашей стране. Очень известно. Принципы стадирования и оценки эффекта по Чессом является, наверное, до секунды решением вопроса эффекта в степени литературе с юмором. Кошкинских лимфом. Да и вообще, как теоретик, Брюс известен достаточно хорошо во всем мире. Так он пишет в журнале «Блак». Хронический лимфоликоз и Кошкинские лимфомы – конец эпохи классической жизни. И при этом он цитирует «Времена меняются» и «Итак, это наша классика». Фактически в жирный современный именно в том виде, в котором мы работали с этим видом терапии много течения 30 лет – является режим РФЦ. Это исследование. И вот это самая правая группа столбиков, когда в желтом видим 40% эмиссии и процент ответов приближается к 90%. Это, казалось бы, прекрасный результат на тот момент, когда он получен. Однако Стивен Стингенбауэр уже тогда обратил внимание на очень интересный факт. Оказывается, есть определенные массовые локации, которые в этой группе формально прекрасны, но эффекты, к сожалению, не отвечают даже на химикотерапию, так как НФЦ. В первую очередь, если вы обратите, это два самых низких кривых по выживаемости без прогрессирования. Одна, крапивная, вторая сплошная, речь идет о процентах Делеца-Семенбаума. Ну и Делеца-11. Делеца-7, соответственно, остается один отличный вариант. Уже это оказалось достаточно важным для того, чтобы не только пациенты с Делеца-17, но и пациенты, у которых в нем места инфекция гена-53 имели не грустную прививку без рецидивной выживаемости и остальную группу, у которых такие группы. На круг это 10-12% сходящие группы. Такая группа, и подгруппа каждой десятой пациенты практически. Таким образом, уже изначально мы можем сказать, что дело не в Делеца-18 хромосомы, а дело в дефекте гена-53, который отвечает за механизм пактоза. И нарушение механизма пактоза приводит к существенному сокращению эффективности. Теперь еще один момент, который... Это потенциальный модель развития болезней. Как мы видим, хронический лимфолейкоз – это, так сказать, заболевание, которое возникает постепенно. На первом этапе некая клетка идет по одномуستомому. Первый из них – это переход в герминальный центр лимфатического узла, где происходит один из двух процессов. Процесс номер один – это Т-зависимое созревание. О чем речь идет, мы поговорим чуть позже. И как результат – это антигентрансформированная Б-клеточная память, которая может встать на путь измены и превратиться сначала в моноклональную Б-клеточную лимфопролиферацию. Большую или меньшую есть. Большая моноклональная Б-клеточная лимфопролиферация, моноклональная есть. Малая моноклональная Б-клеточная лимфопролиферация. Но здесь какие-то дополнительные изменения существенно повышают риск перехода в соответствии с хронической лимфопролиферацией. И в зависимости от того, что эта клетка в герминальном центре пошла по Т-зависимое созревание афинности, результат получается – это хроническая лимфопролиферация с мутированными генами тяжелых. Впрочем, если это происходит по Т-независимому лимфопролиферации, мы получаем антиген в трансформированную Б-клеточную память. И вот этот лимфопролиферация носит название негенозимое. Итак, что представляет собой вот этот механизм формирования Б-клеточной памяти? Он представляет собой организацию некой клетки, которая имеет максимально прецизионную схему по формированию иммуноглобуинов против конкретных лимфопролифераций. Происходит это путем трех элементов подработки иммуноглобуинов. На первом этапе вы видите, что тяжелые цепи и лютые цепи собираются из отдельных участков. И мы имеем порядка 760 комбинаций. В последующем они соединяются, появляется так называемое соединительное разнообразие. И на последнем этапе происходит соматическая генозима. Что такое соматическая генозима? Это состояние, при котором мутация генов тяжелых цепей иммуноглобуинов повышается в сравнении с обычной стандартом в тысячи раз. То есть происходит искусственное формирование разрывов и соединений. Таким образом, мы получаем вместо 7600 комбинаций 7,6 на 10 в шестой степени. Таким образом, мы повышаем вероятность создания более точного иммуноглобулина в десятки тысяч и миллионы раз. И получаем таким образом чрезвычайно важный, наиболее эффективный элемент состояния генозима. Но, к сожалению, часть наших клеток может сходить с ума и превращаться в последующий. Либо о мутированной варианте хроничной генозы, если речь идет именно о клетке, которая подвергнутась гипермундации. Либо о немутированной варианте хроничной генозы. Это было бы биологическим феноменом, если бы на раннем этапе Хамлин не показал, что прогнозы этих группы принципиально отличаются. Это касается и общей выживаемости, и безрецидивного течения при использовании целого ряда цитостатиков. При этом вариант с немутированными генами тяжелых цепей генозы имеет существенно лучший прогноз. Вот это данные, показывающие о том, что выживаем возможность прогнозировать наше лечение в зависимости от того, он мутированной или нет. Но оказалось, что 30% пациентов с хроничной генозой генозы получаются абсолютно одинаковыми. 30% можно разделить приблизительно на 14 типов. Это довольно большая группа десятки тысяч пациентов, если взять метры в целом, у которых имуноглублены полностью совпадают. И оказалось, что в зависимости от того, какого варианта получаются эти глобулины, имеются эти прогнозы, есть вариант, при котором, как называемый субсет 1, очень агрессивный. Это, как правило, имеются дополнительные мутации в ключевых генах. И есть вариант номер 8, для которого характерны не только агрессивные причины, но и крайне высокие риск трансформации в рифках. И вот это чрезвычайно важно. То есть мы можем в сегодняшний день вычлинить просто плохой причины, мы можем вычлинить и риск трансформации. Таким образом, не только сам статус инфекционных генах тяжелых цепей, но и вариант, какие именно получаются после агрессивной ситуации, может нам дать чрезвычайно важный вопрос. Это негативно. Если позитивно, если мы возьмем под группу пациентов смутированный вариант, если мы возьмем группу пациентов, у которых нет негативных цитогенетических баллов, то назначение иммунотерапии FC плюс репоксимат позволяет нам надеяться на то, что часть пациентов существенно просто излечит кривую общей выживаемости в супер благоприятной подгруппе, которая принципиально не отличается от общей выживаемости в компуляционной гриппе безхранительности. В чем минус этого партнера? В том, что токсичность режима FC, определяемая им наличие флюзерамида, это существенно. Если мы посмотрим на этот слайд, он почему-то не проявился, я прошу бы не поверить на слово. Здесь проанализирована токсичность после режима FC, у пациентов старше 65 лет и молодше 60 лет, и риск инфекции, и риск осложнений. Суммарный старше 65 лет статистически значимо выше. Таким образом, мы имеем возраст как фактор негативного прогноза, который нам необходимо учить. Это было вчера. Сегодня мы имеем возможность расканировать абсолютно все поломки, которые встречаются при хроническом лимфолейкозе, методом секвенирования следующей генерации или высокого разрешения, или как хотите назовите, но смысл заключается в том, что мы секвенируем всю генетическую последовательность этого. Вы видите, на этой картинке есть слова MIT 80+, P53, SF3, P1 и ночь. Размеры этих картиночек соответствуют логарифму более частой встречаемости. То есть именно эти поломки встречаются в десятки тысяч раз, чаще у пациентов с хроническим лимфолейкозом. Что это за поломки? Ну, если мы возьмем SF3, P1 и ночь 1, то они имеют определенный тип хронического лимфолейкоза. Например, ночь чаще встречается перед трисамином 12, а SF3, P1 – пределец 11-й хромосом. Первый – немутированный вариант, второй – немутированный вариант, и тот, и другой дает рефракторное заболевание и короткое общие безрецидивные выживания. Почему? Давайте посмотрим, а что это за генет. Если возьмем генет, то мы обратим внимание, что это трансмембранные пилы, которые кодируют взаимодействие клеток. С собой и важны, чрезвычайно важны. SF3, P1 определяет сплайсин. То есть это генетическое регулирование активности гена и формирование различных изофорок. То есть формально при поломке этого механизма мы можем получать абсолютно дефектные белки при формально правильной работе. МИД-888 – это достаточно интересный ген, который носит аббревиатуру от Meloid Differential Primary Response и представляет собой цитозольный адаптер белок, который определяет переход сигнала от toll-like рецептора или листовидного рецепта. Таким образом, и тот, и другой, и третий ген задействованы в механизмы чрезвычайно важной регуляции опухолевых клеток. Чем они отличаются? Тем, что МИД-88 чаще всего встречается при первичном заболевании. То есть он является, по всей видимости, одним из праймерных, так называемых, поломок. А вот второй и третий встречаются чаще уже на более поздном позднем этаке развития и являются субклональными поломками. Если МИД-88 встречается практически во всех клетках хронического лимфолейкоза, то НОЧ-1, СРВ-1 – это определенная подгруппа, вызывающаяся в куче мутации. НОЧ-1, НОЧ-1 и СРВ-1. Вот субклональные поломки мы видим принципиально улучшают характер течения хронического лимфолейкоза. Если мы посмотрим НОЧ-1, Стивен Сенстильгенбауэр ретроспективно посмотрел экспрессию пациентов, получавших лечение в ХЛЛ-8, соответственно, ФЦР либо ФЦР, и он показал, что единственная подгруппа пациентов, для которой не срабатывал эта мутация как негативный экспрессирующий фактор, это в группе ФЦР, у которой НОЧ-1 был диким, то есть нормально. Мало этого, проанализировав чувствительность к моноклональным антителам, Стивенбауэр сделал вывод, что при поломке НОЧ позитивный эффект ретуксимаба фактически не был. Позднее та же самая ситуация была получена для афатумумаба. Таким образом, НОЧ — это выбор ретуксимаб или афатумумаб плюс-минус. Это очень важный момент. В дальнейшем мы перешли в новую эру взаимодействия по лечению пациентов. Полностью исчерпав возможность химоиммунотерапии, специалисты стали искать внутренние механизмы хранения. Учитывая, что Б-клеточный рецептор, собственно говоря, и процесс его мутации, процесс его стереоскопического синтеза и его варианта так важны, появилась идея заблокировать этот сигнал в надежде на поменять биологию хронического лимфоликоза и остановить его. Были отобраны целый ряд вариантов воздействия. Это блокада СИП-Кеназ, это блокада ПИ-3К-Кеназ или блокада БТК-Кеназ. И выяснилось, что блокада БТК-Кеназ оказалась одной из наиболее действенных. При остановке сигналинга через БТК-Кеназ. И первым препаратом, который стал использоваться с этой целью, заблокированный рецептор, был БТК-Кеназ. Уже на первых же исследованиях стало ясно, что БТК-Кеназ существенно эффективнее, чем классический цитостатик лорамбоцил, который на тот момент был стандартной терапией. Мало этого оказалось, что БТК-Кеназ был первым препаратом, который абсолютно равнодушен к степени, так сказать, дифференцировки типа хронического лимфолейкоза. И для мутированного, и для не мутированного варианта эффективность его была практически одинаковая. И то же самое в отношении ДИЛЕЦ и 11 хромосомы. Видите, что парадоксальным образом и грудиник, назначаемый пациенту с ДИЛЕЦ и 11 хромосомы, простите, заставляет их идти лучше, чем пациентам без этой поломки, которые в обычной ситуации были группой негативного прогноза. При наложении данных по выживаемости без прогрессии, при приемке самых мощных химио-минологических принципов, перри анализа нескольких исследований показали, что независимо от мутации генов цепей тяжелых глобулинов, и брудиник показывает свою позитивную тему. То есть это негатив. А фактор прогноза практически перестает существовать. Второй механизм, который попытались использовать исследователи при борьбе с конечной гликозой, была борьба с поломками апоптоза. Понятное дело, что П-53 – это один из наиболее мощных систем поддерживания целостности нормального генома и включающих апоптоз по любому углу. Но оказалось, что это не единственное. Оказалось, что есть еще системы. Апоптоза, где огромную роль играет белок пациента. И при блокаде этого белка, рецепт генетический поломок при целом ряда пунктов происходит, остановка апоптоза, и, соответственно, существенное повышение резистентности клеток к нашим цитостатикам, и не только цитостатикам. Известно, что при хроническом инфолейкозе механизм блокады бацельно на процентах клеток. То есть это очень важный момент. Был разработан метод восстановления чувствительности ВЦЛ-2 механизма антирезистентности и соответствующий препарат Винитаклакс, который был проверен в первой линии по комбинациях хворомоцил Абинатузума и Винитаклакс Абинатузума. Абинатузума был выбран как наиболее мощный препарат, который способен вызывать прямое подкосы в первых клеток и равнодушным, соответственно, механизмом ему сопротивления. Таким образом, это очень мощная комбинация, которая была сравнена. Результат оказался потрясающим. То есть Винитаклакс комбинации с Абинатузума существенно улучшила результативность флоромоцилов Абинатузума, это тоже очень хороший результат. И точно так же, как и ибрутинип, препарат улучшил прогноз пациентов с делецией P53. Однако, вы видите, что он полностью не преодолел геотип, связанный с P53. Поэтому мы можем говорить об улучшении, но не о полном победе над этой проблемой. Напротив, при IGVH-мутации, так же, как ибрутинип, Винитаклакс оказался достаточно эффективным. Таким образом, у нас появляется целый ряд новых вариантов лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом, которые имеют негативный прогноз, и нам нужно каким-то образом эту ситуацию выдать. Итак, ибрутинип в монотерапии это малая токсичность, высокая активность, долгосрочный контроль в кухоле, но постоянный прием. Винитаклакс, абилу, несколько более высокая токсичность, более глубокий ответ с радикацией на достаточной болезни, и терапия недлительная. Однако, как уже было сказано, токсичность этого режима более высокая, долговременная результативность требует дополнительного. Последний вариант рассмотрим чуть позже. Таким образом, комбинация ибрутинип и винитаклакса для хронического лимфолейкоза может попытаться соединить преимущества ибрутинип, и крайне высокие, и винитаклакса, тоже достаточно неплохие, как было показано в предыдущем исследовании. Поэтому очень большой интерес представляет начальные результаты применения ибрутинации у пациентов. Это инициативный исследователь. Это ни одна из этих компаний не инициировала исследователь. И был очень интересный критерий включения. Включались пациенты с дилецией 7, с мутированным P50, дилецией 11, не мутированный ген, либо возраст 63. То есть все, о чем мы говорили, как о негативном прогнозе, было собрано в этом исследовании. Вот эта характеристика. Мы видим, что около 35% имеют дефекты в генах 50. То есть это супер прогнозтические. 80% имеют немутированный статус. Это пожилые пациенты. Очень много имеют дефекты в гене Нотч. И вот в этой крайне прогнозтической неблагоприятной подгруппе 18-му циклу мы видим 100% результат и 69% в неопределяемой ситуации. То есть для этой подгруппы это результат, который мы до сих пор не получали и на благоприятных пациентов. Мало этого, мы видим выживаемость без прогрессирования на 3 года совершенно феноменально. Общую выживаемость совершенно феноменально. Смертей 0, 1 синдром Рихтера с прогрессией, извините, 0 и 1 ранняя смертность из-за инфекции. Но инфекция – это отдельное. И по ней мы конкретно. Поэтому на сегодняшний день и брутин. И венитоклакс-комбинация с абинутом становится препаратами или комбинациями, которые показаны для лечения пациентов уже в первой линии. Мало этого, можем сказать, что еще один слайдик пропал, что молекулярная характеристика, то есть обследование пациентов перед началом лечения, неопределения мутационного статуса генов тяжелых цепей. Это касается и П53, и Леце 17-й хромосомы. И потихонечку начинает выходить такой ген, как НОЧ, в желательные исследования, но пока не входит статус. Таким образом, молекулярные характеристики в первых лет, сейчас эти хромосомные аномалии ПХЛ определяют прогноз. Статус мутации генов тяжелых цепей принципиально влияют на безрецидивную выживаемость наличия мутации генов Т53, СФ3, В1, НОЧ-1 определяют негативные прогнозы снижения чувствительности. Абсолютно вредно, как кажется, здесь является Т53. На втором месте стоит Т1. Нет внушения механизмов апоптоза за счет ампутации КП-50, блокады ВЦЛ-2, распространения, но, к сожалению, клеткохронического леккоза и восстановление апоптоза. Действие, современные блокады и сигналы на токе, что в центре будет препарат, не останавливающий апоптоз, это неплохая перспектива, особенно, надо сказать, негатива. Но на этом мы не останавливаемся. Мы должны сказать, что в сущности разные механизмы блокады апоптоза. Ну и механизм восстановления численности генов Т53, это такие чудесные названия веками, как пика. Есть новые моноклональные антитела, есть еще целый ряд новых подходов, которые следствуют на том, что все-таки путь надежды перед нами в отношении лечения в первую механизму и механизму и механизму существуют. Спасибо за внимание.